Всем привет дорогие друзья, вы смотрите видео на канале Геймплэна, с вами я Юрий Аксёнов. Думаю уже многие начинают отходить от праздников и настраиваются на рабочий лад. Вот и я решил потихоньку возвращаться к делу, и сегодня хочу рассказать вам о многопользовательской стратегии в реальном времени под названием War Tyler. На первый взгляд можно предположить, что это клон Clash Royale, но кроме внешнего стилистического сходства они совершенно разные. Просто Supercell сделала практически идеальную внутриигровую навигацию, которую теперь используют в своих проектах многие. Собственно давайте разберем геймплей War Tyler и рассмотрим все особенности данной игры. Игровой процесс War Tyler представляет из себя битву один на один. Поле боя представляет из себя доску 5 на 5, на которой присутствует по 3 тайла каждого из игроков. Конечно бывают тайлы, которые могут призывать помощников, и тогда у вас будет не 3 тайла, а больше. Но это скорее исключение, чем правило. Геймплей происходит в подшаговом режиме, вам дается ограниченное время на осуществление перемещений по полю. Делав свайп в ту или иную сторону, выбранный персонаж будет перемещаться до крайней точки в заданном направлении. А тут возможны уже разные исходы. Если клетка пустая, то он просто займет ее. Если на клетке стоит враг, то враг получит урон. Если вы соприкоснетесь с другим своим тайлом, то тут возможны два варианта. В первом случае ничего не будет, а во втором, при условии, что задействованный герой имеет способность лечить или воодушевлять, будет дан бонус к здоровью или атаке. Также бывают тайлы, которые оставляют после себя ловушки. Кстати, ловушки тоже являются одним из вариантов, куда вы можете угодить. Они могут как просто нанести урон, так и отравить вас. Возможен еще вариант, что вы будете долго думать и не успеете сходить всеми тайлами. В этом случае те тайлы, которые не были задействованы, получат урон равный 15. Правда, иногда данная жертва бывает оправдана, так как если вы сходите, то потеряете еще больше. Чтобы победить в бою, ваша задача уничтожить 8 тайлов противника и не дать ему сделать это с вами. Также, если бой затянется, а его время подойдет к концу, то победителем будет объявлен тот, кто успеет уничтожить больше вражеских тайлов. Кстати, чуть не забыл рассказать вам о том, что игровой процесс не заканчивается перемещением тайлов по полю. Ваш герой также способен проводить атаки, правда для них нужна мана. Она, к слову, дается за каждую успешно проведенную атаку, и когда вы заполните шкалу, то сможете активировать суперудар. Существует несколько видов суперударов, но они будут становиться вам доступными по мере роста уровня вашего героя, которая, к слову, увеличивается за счет прокачки игровой колоды. Тут-то мы подошли к вопросу про колоды и прокачку. Здесь все так же, как в Clash Royale. Вам нужно будет открывать сундуки, из них будут выпадать тайлы. Накопив нужное количество одинаковых тайлов, вы сможете прокачать их, сделав, соответственно, сильнее. Но какие тайлы брать в бой, это уже дело ваше, так как благодаря этому и строится часть тактики и стратегии игры. Побеждая в боях, вы будете получать кубки, которые будут открывать вам доступ к новым аренам, на которых вас будут ждать бои с более опытными игроками, а также новые, более мощные тайлы. Не обошлось в игре без системы кланов, объединившись с которой, вы сможете общаться друг с другом, обмениваться тайлами и получать дополнительные сундуки. В целом игрушка получилась довольно занятная, если вы любите стратегии, то вполне могу порекомендовать вам данную игру к ознакомлению. Ссылку на скачивание вы, как всегда, сможете найти в описании к ролику. А я на этом прощаюсь с вами, всем пока и до новых встреч!